Полковник Жидилов стоит, а вот мой папа под руку его держит, и мама. По этой фотографии видно, как они тесно дружили. Винтажное фото в память о герое. Эльзара Гафарова бережно хранит подробности жизни отца. Сулейман Гафаров – участник обороны Севастополя. Она словно по крупицам собирает его образ, вспоминая детские рассказы. Когда папа рассказывал про его боевой путь, у него всегда на глазах наворачивались слезы. У нас детей было много, шесть человек детей. И мы так с интересом всегда слушали рассказы своего отца. Сулейман Гафаров воевал в 7-й бригаде морской пехоты. Ее участники отстаивали Севастополь 7 ноября 1941 года вплоть до победного конца. Это было первое соединение в Черном море. С плечом клещу рядом с ними воевали его боевые товарищи. Такие же молодые и отважные. Многие из них погибли. Сулейман Гафаров принимал участие в ожесточенных боях за родину. Оборона города-крепости длилась 250 дней. Все это время моряки-черноморцы сражались с врагом до последнего патрона и последней капли крови. И когда он говорил, что как ему было страшно, когда была бомбежка, море черное становилось еще чернее от бескозыра, которые плавали по воде. Конец войны он встретил в Севастополе. Тогда бойцов выстроили на площадь для награждения. После Сулейман Гафаров отправился в Узбекистан, куда незаконно выслали его семью. Там он прожил до 73 лет. Наверное, это не единичный такой трагический случай, как у моего отца. Мы всю жизнь принесли вот эту боль в себе. И, как вспоминаем, всегда, конечно, наворачиваясь за слезы. За участие в боях Сулеймана Гафарова наградили медалями. Среди них 20 лет победы в Великой Отечественной войне, за победу над Германией. Также есть почетный знак ветерана отдельной приморской армии. Командующий поздравлял с победой, вручал награды, кому ордена, кому медали. Сулейман Гафаров родился в 1910 году в Бахчисарае. Его отец Гафар шил кожаные изделия и шубы на заказ. Он посетил Мекку и стал мулой. За это односельчане стали звать его Аджи Гафар. Вместе отец и сын построили мечеть для верующих односельчан. Очень жаль, что не дожил он до возвращения на родину. Но он очень много рассказывал про то, что он жил в Бахчисарае, что у него там был дом, он и до сих пор там стоит. В Севастополе живут дети, внуки, правнуки Сулеймана Гафарова. А значит, что светлая память о нем продолжает жить. Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, телеканал Милет.